Он рассказывал о том, какой тяжёлый период выдался в его жизни. Один год был особенно тяжёлым, когда развились его родители, и примерно в это же время умирает его друг. И он говорил о том, как эти события в его жизни заставили его задаться главными вопросами, такими как «Зачем я здесь? В чём смысл жизни?». Он был воспитан родителями, которые были атеистами, но он сам имел ту склонность поразмыслить и попытаться понять, «А есть ли Бог? Что там есть? Что всё это значит? В чём смысл? Почему я страдаю?». И так он начал поиски, он начал искать. Он изучил христианство, он изучил индуизм, буддизм, мормонство. Он изучил все различные верования. А потом он дошёл до ислама. И, говоря коротко, в один из дней он зашёл в мечеть, где он встретил группу мусульман. Вот там он задал им все интересующие его вопросы. «Что вы, ребята, думаете об этом? Что вы думаете о том?» И каждый раз эти братья-мусульмане брали Коран и говорили, «О, здесь, открой эту страницу, прочитай этот аят». И это поразило его. Он осознал, что Коран был посланием-наставляющим, книгой наставления, то есть каждый раз задавая свои вопросы, он находил ответы на них в Коране. Так на протяжении нескольких месяцев он ходил в эту мечеть, будучи с братьями, молясь с ними, но ещё не приняв ислам. Но он думал об этом. Такое имело место в его мыслях. Потом в один день он сказал, «Знаете, я хочу забрать Коран домой, могу я одолжить его? Я хочу прочитать его дома». Они сказали, «Да, конечно, без проблем». Так он и сделал. Забрал Коран и пошёл с ним домой. Прочитал его. Пару недель спустя он сказал себе, «Всё, хватит. Я хочу стать мусульманином. В этой книге всё ясно, и этот образ жизни для меня». Итак, он дождался захода солнца. Наступила ночь. Тёплая летняя ночь. Он желал особого настроя. Он открыл окно, зажёг свечу, притушил свет и читал Коран. Затем он закрыл Коран, поставил его на полку и сказал, «О, Аллах, это всё. Я хочу принять ислам. Я хочу сделать этот прыжок. Я верю в это. Я прочитал Коран, и он вразумил меня. Но мне нужен этот последний толчок. Мне нужен один дополнительный толчок в качестве доказательства того, что это истина». Что же он сделал? Он сказал, «Пожалуйста, просто покажи мне знак, что ислам действительно является истиной». Он подождал, потом сказал, «Я не прошу о чём-то большом. Ничего такого большого. Просто, может, типа молнии или что-то в этом роде». Он подождал. «Абсолютно ничего. Даже звука не было снаружи. Даже звука машины». Тогда он сказал, «Хорошо, я дам тебе ещё один шанс. О, Господь, это ещё один шанс для тебя, чтобы доказать мне, что ислам – это истина». Так он подождал снова, и абсолютно ничего. Не было даже скрипа в стене его дома. Никакого звука. Всё, чего он хотел, это всего лишь крошечное знамение. И абсолютно ничего. Он разочаровался и сказал, «Хорошо, я попытался, но не получилось». Потом он взял Коран с полки, открыл его, вернулся на то же место, где читал, и какой аят, вы думаете, ему попался? «Инна фи халки с самавати вал арди вакхтилафил лейли ваннахар вакхтилафил лейли ваннахар ла аятин ли улил альбабу». Поистине, в сотворении небес и земли есть знамение для людей размышляющих. Коран сура 3, аят 190. Причист Аллах. Он просил знамение, и Аллах дал это ему. Не так, как он ожидал этого, не так, как он хотел, но посредством самого Корана в следующем же аяте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok